Психическое здоровье Как говорит Чай Сушинен, клинический психолог респсих больницы, сегодня у детей идет рост нарушения речевого развития. Причина этого кроется в нехватке внимания ребенку со стороны родителей. Мне кажется, это в большинстве случаев, когда родители не могут дать должное внимание, потому что детям в последнее время все взрослые люди, они уже получаются либо на работе, либо и дома, когда они либо за телефонами или планшетами, компьютерами. Я думаю, что основная причина – это ограничение времени или нехватка времени, которое они не могут дать соответственно для детей. Психическое здоровье на площади Арбата сегодня также определяли и в формате квеста. И вам нужно угадать известные фразы из фильмов, которые здесь написаны, потому что кинематограф – один из способов узнать о психических заболеваниях. Квест-игра у нас проводится по фильмам, кинематографии, потому что фильмы, мультфильмы, вообще мультипликационные персонажи позволяют нам ознакомиться с распространенными психическими заболеваниями. И это дает многим людям какие-то знания об этом. И, соответственно, близкие люди могут помочь своим пережить это состояние. И они могут ознакомиться не только посещая психиатрическую больницу. Как говорит волонтер-медик Уранхерел Лапсан Церен, рецепт психического здоровья несложный. Главное – придерживаться его ежедневно. Надо делиться своими желаниями, радоваться жизни, заниматься спортом. Первоочередной целью Всемирного дня психического здоровья является уменьшение распространения психических расстройств. Также стоит отметить, что по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый-пятый житель Земли страдает теми или иным психическими расстройствами. А каждый второй имеет шанс им заболеть в течение жизни. Большинство из них – это 52% – это лица с пограничными психическими расстройствами. Субтитры создавал DimaTorzok